привет youtube привет привет youtube самая важная новость на этой неделе это то что я весьма благодарен всем кто смотрит меня на ю тубе мой youtube канал и особенно я благодарен и удивлен тому как растут просмотры именно на шортах поэтому просто невероятно видеть такое огромное количество просмотров от буквально там 20000 еще дойдут дойдут до больше чем сотка прямо это мега неожиданно не так конечно как в тик токи но все но супер и прикольно и из-за этого у меня растет количество подписчиков чему тоже несказанно рад и но вот все годы что я занимаюсь youtube а это было еще со времен обычных выкладываний стримов там и у меня был канал по нинтендо который потом перешел просто в обычный канал по играм и вот тех канал по геншину меня youtube вообще не любил абсолютно никак то есть постоянно у меня вы можете открыть просто мои видосы и вы вряд ли там найдете кучу видосов даже у меня нет даже ни одного видео на котором было бы 100 тысяч просмотров наверно есть какой-нибудь такой есть но там где-нибудь на дне и совершенно невероятно как она вообще набрало столько даже и на других каналах тоже нет ни одного такого видео не было я не знаю я конечно понимаю что наверное я просто что-то делаю не так но вот ни на одном канале меня youtube никак абсолютно не полюбил чтобы я и делал меня видосы не набирают никакого там количество просмотров вот ничего что это не важно я видел в комментариях люди говорят что там ну у тебя просто видосы длинные там ну хуй то там например теме лебедев передает привет допустим у него длинные видосы под миллион просмотров везде уже и и так далее есть еще куча то есть длина в данном случае не особо влияет поэтому не надо я в этой всей системе кручусь 10 лет и я представляю вот но а вот зато шоцы до шоцы это моя тема кручение тигнари он например 130 тысяч просмотров и там куча комментариев поэтому всем спасибо кто смотрит шорцы кто оставляет комменты что ставят туда лайки чем больше вы это будете делать тем прекраснее и приходите конечно все на стримы к нам а мы начнем по геншину как-то не очень много новостей вот кроме того что михаил выложили баннеры новые тут ничего примечательного кстати удивительно что не слили в этот раз то ли всем нас настолько насрать на баннеры гоню и какоми что никакой инфы о них не было то ли чё ну в общем там в этих баннерах будет 7 сахароза и доги вот не буду скатываться в ежебаннерная да что такое летает тут не буду скатываться в ежебаннерная вот этого рассуждения в которое очень любят другие стримеры ютуберы типа ну вот вообще-то надо там ролить сенсю он такой-то блять кто вам нравится того роль те все никаких вообще проблем с этим то же самое с оружкой что вам нужно то рвольте лук амоса классный для гоню и конечно пончик для какоми тоже хорош если хочется сэкономить и есть какая другая рушка можно конечно экономить тут уже нет особо никакой разницы поэтому я лично расстроен этим баннерами потому что например гоню меня c6 она мне вообще не нужна какоми мне тоже дополнительные созвездия не нужны так как я не особо много играю хотя сейчас она заиграла можно сказать но тем не менее не не она мне не особо нужна скажем так вот поэтому я собираюсь вкинуть просто десяточку ради доли выпадет доли хорошо не выпадет ну и хрен бы с ним буду ждать ее когда так придет поэтому вот ну и роффу десяточку кину в лук амоса вдруг не выпадет лук амос и он у меня будет r2 наконец-то потому что даже у пинг он r3 и вообще мне кажется у половины даже чем больше половины моих зрителей лук амоса уже больше чем одного ранга пробуждения у меня он r1 все еще как так вообще и гоню и c6 с амосом r1 но я даже здесь говорил с точки зрения того что так ругалась о том что типа р3 лукаво как агоню и c1 ужас или сколько там у тебя c0 такая ирония судьбы так сказать c0 воды поэтому ну и да и опять же я супер рад тем что у нас патчи по пять недель потому что ивенты прям идут плотничком вот так что еще один ивент у нас будет 15 сентября и самый классный самый крутой мега классный невероятно замечательные мало кому нужный разрыв рт и будет 20 сентября и он будет идти буквально практически да не буквально практически а он даже будет идти до патчи там останется всего лишь один день что-то я еще при этом хотел сказать а ну да 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 естественно не забываем что баннер это будут в пятницу в этот раз в 20 часов по москве то есть буквально для тех кто будет смотреть видос вы их сразу уже в этот же день у вас появятся и баннеры так что такое мы будем наблюдать не часто я думаю что вообще наверно скорее всего больше никогда поэтому ловите момент великие уникальные пятница под пивас все дела под пивас можно сидеть и роль гони патч 28 утра ну и хотелось бы отметить у нас тут впереди ждет лишний раз напоминает токио game show вот она на котором помимо microsoft а конами сквореникса капкома и бла-бла-бла-бла-бла еще кучи компаний будет аж двухчасовая презентация михайо в которой во первых покажут зены зон zero вот что нам покажут совершенно непонятно неизвестно будем смотреть и будем ждать и японский аккаунт геншина тоже сказал что да 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 у нас будет презентация на токио game show мы это уже с вами обсуждали но однако они сказали что ничего нового там не будет это очень важно вот это вот написано в этом твите вот и это будет просто предварительно записанная значит презентация опять же вероятнее всего я думаю что это будет просто повторенная презентация потому что мы помним да что у нас 16 числа вероятнее всего презы нового патча 3.1 вот презентация токио game show будет 17 сентября в 12 часов дня по москве то есть прям вот заранее то есть и поэтому посмотрим что у них там будет ну то есть раз они такое записали мне кажется что тогда значит все пойдет по плану презентация будет 16 18 они просто повторят обычно презентация идет 40 минут и оставшееся время там будет земли зон zero и и наверное что-то еще может быть там что-то там однако twitter hankai star rail ничего не написал поэтому ребята которые ждут star rail пока могут к сожалению только губы заказченную машинку себе позволить потому что пока я думаю что если бы там был star rail они бы написали это вместе с аккаунтом занес зон zero я запарился выговаривать эту игру ну вы поняли в общем поэтому пока вот я не думаю что конечно будет час 15 но посмотрим что будет стиме доступен ответ diablo immortal учитывающий ошибки blizzard разработчики torchlight infinite приглашают на тест но ребята подсуетились вот и конечно же быстренько сбацали игру которая как diablo immortal и в основе честный гринд это написано в описании да по монетизации уже все бегут смотреть и поглядеть пока планируют выпустить в октябре вот тогда и посмотрим на эту torchlight infinite то конечно я видал все эти игры которые говорят да мы вот бля там душу порвем все дела мы его честные не то что они по тем временем как только ты видишь что эта игра бесплатная то сразу возникает самый главный вопрос а на чем мы вы ребята собираетесь зарабатывать потому что святым духом все еще никто питаться не умеет даже параноеды сомневаюсь очень что разрабы torchlight и параноеды и поэтому никто в этом мире ни одну игру еще не делал просто ради того чтобы была вот такая классная крутая игра да еще и сервис и поэтому несмотря то что существуют бесплатные игры бесплатная игра сервис это надо таких еще поискать поэтому скорее всего там будут какие-то заработки посмотрим что там будет будут ли там одни скины либо ребята тоже кривят душой но хайповать на diablo immortal сейчас готов только готов любой человек даже самый-самый-самый ленивый студия стримера доктор дисреспект хотела выпускать тестовый билд шутера dead drop каждые шесть недель но не справилась разработчики избегают переработок знаете когда я вот прочитал короче вот эту вот новость я и до этого почитал про эту студию там где доктора дисреспекта что это много чего обещали а потом у них началось про нфт вот а потом началось там еще чё-то они там столько всего наобещали чё когда будет альфа была не очень то было не то ну в общем то на самом деле что я могу сказать пока все эти западные разрабы каждые шесть недель знакомо да не так ли некоторые наши китайские друзья выпускают нашу любимую игру каждые шесть недель новый патч уже почти два года и как бы ничего а тут смотрите пока значит они все отмазываются переработками к видами всем чем угодно то у нас не это те нас обсирают другие нас засирают китайцы спокойно делают поэтому очень конечно здорово но как мы видим далеко не все могут справиться с таким графиком который взвалили на себя михаё чтобы каждые шесть недель выполнять всякие выпускать патчи и выпускать новые билды поэтому в общем то если они уже на тестах до релиза не могут это сделать то явно их месте вообще не выебывался и забыл забил бы вообще на то чтобы обещать подобные какие-то вещи то есть ну либо у вас не хватает ни времени ничего потому что все вот эти вот откладывания это вот пока вы не перерабатываете китайцы работают и чё-то не жалуются ничего не слышно у них там авторы оплактау оплак оплактео реквием опубликовали список поддерживаемых языков в нем забыли упомянуть русский как они задолбали с этим всем просто вот серьезно сейчас каждый раз каждый раз ты играешь такой ой вот там вот ошибочка мы не скорректировали цену и вот тут вот не скорректировали цену и вот тут вот мы забыли и вот тут забыли и почему-то это все время происходит с русским языком или с россией как же так либо короче я вот например на самом деле сейчас уже напомню все я считаю что либо все эти засранцы просто хайпуют либо они просто издеваются потому что ну не может быть такого чтобы куча компаний и у всех какие-то ошибки и у всех они связаны именно с россией вот просто вот других типа стран как будто овощи нет никаких то есть одно и то же буквально одно и то же то есть они там выпустили твит значит на котором не было языков на картинке не был указан русский хотя его обещали а потом они извинились мне кажется просто какое-то просто настолько дешевое хайпожорство что просто даже стыдно об этом говорить только ленивый сейчас об этом не рассказывает но при этом интересно следующее если вы на этом хайпуете хайпожорите то получается что вам важно чтобы вас заметили русские игроки именно из россии российские будет правильнее сказать конечно вот и какого хрена вообще то есть естественно сейчас все таки заметили гидно мочу вся бунт чтобы вот там давайте где наш русский язык вы обещали и тут же извинились все лишний раз себя напомнили поэтому про них лишний раз вспомнили и вот такая вот фигня короче никакого респекта я считаю таким разработчикам вообще высказывать не надо я блин нафиг вас всех записываю в жизни не буду играть вот в эту игру потому что даже если они действительно случайно это забыли слишком много таких компаний набралось которые случайно забывают про русский язык а потом о нем вспоминают и дескать они обсираются какого хрена если вы хотите усидеть на двух стульях то никто не может никогда усидеть на двух стульях так просто не работает и не бывает в этом мире поэтому вот такой херней заниматься я считаю это очень осуждаем google убрала запрет на использование сторонних платежных систем для разработчиков из россии ну в общем то все там у нас боятся каждый день мы слышим постоянные новости ой да youtube забанят ой недавно вот мне куча стримеров рассказывала про то что ну ты что нюк там вот мизулина сказала что твич забанят к сентябрю 8 сентября на дворе что-то блять тич никто до сих пор не забанил потому что твич не выебывается вот и собственно youtube делает то же самое не выебывается все что от них требовали они сделали теперь у них есть прям значит можно пользоваться альтернативными методами оплаты понятно почему и как бы никаких проблем с россией у гугла нет вот и все поэтому не нужно ссать те компании которым есть какие-то претензии которые их не выполняют они у нас банятся см твиттер см всем известную как она там называется ну вы поняли какая организация короче и см гугл и твич поэтому пока ничего не происходит ничего и не произойдет на все предъявы появляется закономерный ответ ну и что что google на банкротство подал за штрафов как это мешает как как связано банкротство с выполнением обязательств не там раньше было по-другому там раньше ты мог через мир дело не в том они разрешили использование сторонних платежных систем по идее у них официального не было концент инвестирует 300 миллионов евро в компанию главы юбисофт и теперь может увеличить долю в издательстве у юбисофта хочет хитрая система значит у его геймо который владеет юбисофтом есть компания геймо брос собственно то есть эта компания владеет юбисофтом уже юбисофтом туда-сюда короче и тенценты значит влили очень большие деньги в юбисофтов и значит теперь доля китайского гиганта составляет уже почти 50 процентов 49 и 9 благодаря новым инвестициям бла-бла-бла значит в юбисофте у них получилось почти 10 процентов китайская компания конечно не может продавать свои акции туда-сюда теперь значит вместе с концентом вот эти вот геймо брос будут контролировать основную часть акций концент конечно не планирует полностью покупать компанию естественно нет 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 вы что вы что вы что никогда не за что и вот это за этим всем значит очень смешно наблюдать как те же юбисофты которые пытались все сбежать мы помним от вивенти по моему ли еще от кого-то теперь спокойно продаются тенценту просто потому что китайцы обещают денег и а это определенная закономерность мире никто никогда не против нужного бабла поэтому видимо юбисофт не против чтобы тенцент когда-нибудь и их вообще купили с потрохами стиме egs появилась страница ремейка dead space согласно описанию steam игра не будет поддерживать русский язык но мы-то с вами знаем еще одна новость пахнула политотой electronic arts ушла из россии а а дэдспейс принадлежит electronic arts у но почему-то в стиме есть его страничка даже в россии лол чтобы это значило мне всегда нравится вот эти вот все уходы короче все уходят на новые игры видим по привычке уже пихают частная на кому-то дадут по башке очень сильно возможно игру уберут а возможно забьют его скорее всего я думаю что в очередной раз бабло победить зло и поэтому ремейк дэдспейс мы с вами вероятнее всего сможем купить в стиме а может быть и нет при этом кстати что забавно что страница самой игры переведена на русский язык то есть уже что-то было с другой стороны то есть самого русского там нет но в общем то я кстати не помню в оригинальном дэдспейсе был ли официальный русский перевод или нет поэтому посмотрим фирфест black summer 2022 блять я расскажу вам просто невероятную историю значит как вы поймете в прошлый раз ваших новостях мы с вами обсуждали что у нас ждет две недели презентации то есть вот следующая неделя которая начнется 12 числа там будет презентации токио гейм-шоу а на этой неделе внезапно произошло некоторое количество презентаций вот у нас еще впереди дисней и марвел а также впереди еще юбисофт дисней марвел будет в пятницу юбисофт будет в юбисофт будет в субботу вот мы это все конечно будет смотреть а до этого прошло несколько презентаций то есть вот одна низ америка сделано это не так интересно потому что они же rpg и всякий дисгай а вторую сделали ребята которые делают якузу почему-то отдельно и там ничего особо никаких новостей не было вот а вот эта презентация нашла самой первой причем я про нее узнал вообще случайно про нее кто-то написал такое ощущение что про нее никто не знал ее смотрела в пике 500 человек на официальном канале вот на этом официальном канале этот стрим смотрел в пике 500 человек меня смотрела на твиче больше то есть на твиче ее смотрел я и какой-то популярный французский стример вот мы с ним вдвоем буквально на своих зрителей смотрели эту презентацию и короче это самая скучная и худшая презентация которую я видел короче это чуваки значит в основе это издательство которое курирует blobber team они видимо решили собрать вот все инди игры и вот что они вот все такие вот и у них вот презентация которая по итогу шла внимание семь с половиной часов я выдержал два с половиной спинк мы посидели уже и потом просто решили что это невозможно во первых начнем с того что кто вообще блять придумал презентацию вести семь с половиной часов я понимаю если бы это был какой-то мастодонт там я не знаю сони нинтендо я прекрасно помню у нинтендо были три хаус там у них есть такая три хаус лайф которая идет семь часов на на и 3 обычно это было то есть у них там на и 3 приходили разрабы к ним играли в их демки там это было но это была нинтендо без обид для любителей там layers of fear еще каких-то там игр которые вот здесь показали за 7 часов это выка это просто какие-то но неймы и семь с половиной часов это было не интерес смотреть никому я говорю это первая презентация которую я видел вообще которые смотрят смотрела меньше 500 человек в онлайне обычно даже на самой захудалой презентации смотрит там несколько тысяч как минимум здесь просто они показывали вот кучу трейлеров при этом они показывали трейлеры уже вышедших игр некоторые игры вышли в 2021 году зачем вы их показывали на презентации они и при этом они душили всю презентацию то есть вот у них трейлер интервью трейлер потом там невероятный разбор от трейлера от стримера сидит стримерша без негатива какого-то к ней и вот так вот стопает каждый кадр и что-то там говорит и это абсолютно не интересно потому что она говорит то что видит на экране и мы это уже все посмотрели только что в трейлере причем самым апофеозом вот этого всего было когда она обозревала 20 секундный сука я не шучу 20 секундный трейлер она его обозревала пять минут я думал я сдохну со скуки просто самое веселое здесь было это нарезки стримеров то есть ну понятное дело короче это тоже это было самое прикольное потому что это хотя бы были какие-то эмоции стримеры реально играли в эти игры хотя бы нарезка была веселой но я все еще не понимаю зачем нужно было это делать на презентацию них там было столько трейлеров они могли сделать часовую презентацию с одними трейлерами игр и это хотя бы было интересно смотреть но они устроили эту душку со стримерами душку с интервью кипы я опять же не хочу никого обидеть но не кому неинтересно смотреть интервью когда сидят вот два мужика такие один защит ведущей другой разрабатывают игры и они вот я такие да 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 вот знаете мы вот разрабатываем эту игруle 3 года вотрь готов день вот такой вот геймплей вот такой вот вот там можно будет ножом, а вот там вот нельзя будет ножом, да, блядь, кто решил, что это будет интересно, ну как, ну я даже не понимаю, вот они собрались сделали вот эту презентацию видос вот этой вот презентации сделали, и видят, что он у них идет 7,5 часов и вот неужели никто в этой компании не подумал бля, ребят, что-то 7,5 часов как-то многовато, вам не кажется, что мы переборщили, да, чуть-чуть совсем чуть-чуть переборщили, вот вот столечко, вот это 7,5 часов это как-то вот, кстати, одна из самых крутых игр вот здесь, вот эта вот Венка единственный, пожалуй, трейлер, который мне понравился которая супер отдавала Доки Доки Литчера Клаб, и даже у этой Венки они умудрились позвать стримера, чтобы он что-то там играл вы представляете себе смешную нарезку Венки у стримера какого-то, да это же невозможно, тут все сделал чел который занимается, видимо, каким-то гримом или мейкапом, посмотрите, как он круто выглядит то есть но, серьезно, что может быть смешного или страшного в том, что чувак сидит и читает надписи, ну это же визуальное новое что там еще можно делать в общем, я не знаю, короче, что эти ребята хотели искать в своей презентации зачем они сделали сейс воины часов зачем они туда пихнули миллион каких-то игр, куча из которых уже вышла или там куча выйдет сейчас куча выйдет еще когда-то и и и никакой прям буквально новой инфы самое смешное, что там вот блобер Тим одни из основных ребят и они показали трейлер Лэйрс оф Фирс который мы уже и так видели летом на Е3 мне кажется, что это просто я не знаю, может быть им нужно было отчитаться перед инвесторами что они такие крутые или что ну просто это это реально это худшая просто презентация которую я видел я вообще не представляю кто мог ее посмотреть вот эти 7 часов сидеть, смотреть и такой там да, да вот это игра причем самое ужасное в этом всем что ты мог посмотреть например трейлер какой-то игры да, вот ну то есть там не знаю давайте тыкнем просто куда-нибудь я даже тыкаю попадаю все время на интервью ты мог посмотреть например какой-нибудь трейлер игры и такой блин, да игра выглядит прикольно в принципе я бы поиграл и потом начинается 20-ти минутное интервью и ты такой неееет во время которого тебе покажут еще тебе покажут этот трейлер еще 20 миллионов раз одни и те же кадры все одно и то же и ты такой нет, все, нет, нет я, все у меня нет никакого настроения играть вот хуйню нет, все все извините, пока все 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 и вот да и реально это вот просто вся презентация короче это вот прям буквально как не надо делать презентации просто вот вообще самое скучное зрелище которое я видел я надеюсь я конечно надеюсь что дисней и марвел не смогут так очень надеюсь потому что если дисней с марвел устроят вот такую душнину то даже не знаю какая презентация меня сможет удивить ну ладно японцы будут всегда веселые поэтому подождем их киберпанк 2077 фантом либерти не выйдет на ps4 и xbox one ну тут у нас очередная драма в очередной раз с моим любимым киберпанком уж как я люблю тыкать эту игру просто невозможно вообще я помню до киберпанка я играл бедьмак 3 и все там когда в него играли все всегда говорили что боже мой какая крутая игра как же это круто и как можно было вот с этого олимпа просто ведьмака свалиться вот в такую выгребную яму с этим киберпанком я не представляю что могло у CDPR пойти не так короче суть в следующем наконец-то спустя значит два года да после релиза уже больше в общем они соизволили выпустить DLC для своей многострадальной игры и это DLC не будет выпущена на PS4 и Xbox One все то есть прям вообще все вот никак 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 оно просто там не выйдет то есть представляете игра вышла в 2020 году прошло два года два года из когда она выходила она была доступна на трех платформах это PECA PS4 и Xbox One и то есть всего лишь прошло два года и все вот эти игроки которые поддерживали CDPR покупали эту игру на PS4 мы закроем глаза на скандал когда ее убирали из PSN мы все помним покупали игру на Xbox One при этом у них был Xbox One вот такой лимитный то есть представляете кто-то купил консоль лимитную лимитную консоль кто-то купил с киберпанком и теперь все вот эти вот поддерживатели просто пососут хуи PS5 и следующий Xbox на них вышел киберпанк позже не на релизе представляете какой уровень поддержки да они там говорят что они выпадят компенсацию какую компенсацию в чем была ваша проблема что что вы я даже не знаю что можно было сделать с игрой как вы ее как вообще это можно было допустить то есть вы я просто я даже не знаю нет слов нет слов чтобы вот это описать это просто такой кидок что просто невозможно да плевать что они там не работают нормально и что теперь людям делать а если вот у человека нет PS5 вот например люди говорят что просто не могут купить PS5 потому что там все эти консоли у перекупов кто-то не может купить новый Xbox Pega у него допустим не игровая и все что он теперь ему может быть человеку искренне нравится киберпанк и ему просто провели хуем по губам может быть там человек ждал DLC у него есть PS4 его пока устраивают PS4 у него на ней идут все игры в принципе сейчас на PS4 еще куча всего выходит можно спокойно сидеть пердеть играть тебе PS5 особо не нужна ну да это жизнь но лоу но спустя два года два года я понимаю когда игра там не знаю не выходит на какой-то платформе там допустим игра релизнулась и она вот там поддерживается да господи даже GTA 5 перевыпускают уже сколько лет что никакой проблемы нет у CDPR вдруг вот видите какая-то у нас получилась проблема вот DLC мы не сможем выпустить о боже мой ну невероятно короче просто это какой-то я даже не знаю это вот момент когда буквально за два года компания в которой я относился очень хорошо за Ведьмака 3 она просто опустилась ниже Плинтуса просто ниже Плинтуса и я не понимаю почему эту игру надо было выпускать в таком состоянии я даже не знаю зачем все это нужно было то есть вы просто вспоминаешь все что было родмапы, патчи что-то там еще и при этом такой а Михаё Геншин Импакт выпустили в 20-м году давайте посмотрим количество изменений в Геншин Импакте вот по сегодняшний день с релиза и в Киберпанке интересно где же будет больше что-то почему одни работают а другие нет вот я не вижу чтобы Михаё например кидали ребят у которых есть Геншин Импакт на PS4 продолжают туда выпускать обновления пожалуйста все есть представляете было бы такое что Михаё бы сказали бля все извите ребята что-то PS4 передумали пока ну кинули со свечом ладно ну да они просто его анонсируют не выпустили ничего на свитч поэтому у тебя новый Xbox в магазинах есть а в куче стран нету да и вообще просто купи новый Xbox ну камон что это вообще такое в общем CDPR просто я не знаю они для меня упали в моих глазах просто невероятно я считаю что это просто отвратительное поведение для компании так просто нельзя делать потому что нельзя не поддерживать свою игру всего через два года и при этом то есть кидануть всех кто покупал на конкретных платформах причем опять же кидануть всех кто покупал я напоминаю две платформы из трех на релизе они то есть всех прокидали оставили пеку и такие молодцы тогда вообще не надо было выпускать на консолях и все и не выпендриваться сидели бы спокойно с пекой как сидели бы так и сидели коммерсант вк вопросил у мин цифры 3 миллиарда рублей на разработку российского игрового движка ну это еще одна стыдоба просто я вообще не знаю конечно 3 миллиарда рублей это такая дикая сумма даже китайцы делают на анриле и на юнити и не выпендриваются тем временем вк просит у государства 3 миллиарда рублей непонятно за каким хером потому что если мы промотаем эту новость то увидим что прибыль вк от игр без учета вк плей во втором квартале упала до 60 миллионов рублей то есть раньше она была больше то есть блин это всего лишь одно игровое направление у них у вк игровое направление не весь вот там огромный вот это вот конгломерат и вот это все остальное у них заработали 600 миллионов рублей бля ну вложите эти деньги в движок я не понимаю в чем проблема что так сложно жалко хочется халявки ну вот и поэтому вот за такую фигню никогда ничего хорошего у нас и не будет потому что нужно брать деньги которые есть и вкладывать не жопиться а если будет вот так вот жопиться и все время ждать каких-то подачек от государства то тогда нихрена и не произойдет Александр Невский рассказал что всерьез думает о проекте под названием Сириус Невский ну я считаю что если он реально снимет Сириус Сэм и не скажет там вот так вот то это будет провал на Сириус Сэм он кстати похож слух Microsoft начала возразать средств за предзаказ stalker 2 ну кто бы сомневался мне кажется stalker 2 уже вообще никогда не выйдет то есть видимо у него опять сдвинулась дата релиза и некоторые люди которые когда-то там сделали предзаказ теперь получают свои предзаказы назад вот так вот им присылается такое письмо счастья и больше никто ничего не знает Microsoft объяснили это что связано с изменением даты выхода игры ну короче видимо ждем stalker 2 в 2025 году и возможно уже даже не в геймпассе потому что фил их просто пошлет нахуй и скажет вы задолбали вы должны были его еще когда выпустить и где это все выше короче никакого stalker Apple анонсировала 4 модели айфона Apple Watch и Airpods ну там очень долгая презентация на самом деле я конечно я не хочу просто останавливаться на каждом гаджете что-то про него говорить что-то делать но у меня возникла такая мысль что вот теперь короче Apple для меня окончательно скатились потому что если видимо после смерти Стива Джобса какие-то несколько лет они использовали хоть какие-то наработки то вот то что они делают сейчас для меня это просто какой-то ужас я не знаю я не могу на это нормально без слез смотреть то есть буквально телефоны просто не меняются из года в год у них какие-то совершенно мелкие улучшения если раньше при временах когда Стив Джобс был живой то телефоны прям конкретно менялись каждые два года у них было всегда там вот они выпускают телефон все такие вау нифига себе потом на следующий год выпускают его просто апгрейдженную версию потом на следующий год опять вау нифига себе и это все так повторялось вот сейчас этих вау нифига себе я не видел Apple уже лет семь наверное или где-то так но вот что имеем то имеем и последние айфоны это уже просто за гранью за гранью невероятного я охреневал с этой челки я охреневал с этой челки на макбуке потому что это совершенно тупое решение я представляю кому оно вообще могло прийти в голову но айфон 14 вот с этой вот хуйней которую они представили это вот это просто отдельная какая-то срань мало того что опять значит все разработчикам придется переделывать интерфейсы своих программ никто конечно об этом не подумал но вот самое гениальное это вот эта вот штука то есть если я не очень понимаю зачем это вот сделано но если но кто я даже не знаю кто будет приучиваться проводить пальцем вот здесь вот здесь ну кто кто причем ты будешь проводить постоянно своим жирным пальцем со всяким человеческим маслом и вот это вот все а тут вот динамик и там вот он тоже есть вот этот динамик на картинке и это все будет постоянно будешь просто в динамик пихать свой человеческий жир вот этот вот отвратительно ну кто ну я не знаю кто вот это придумал я надеюсь что это просто значок замочка и он там просто вот что-то не разблокировка там этот face ad же у них все дела но даже если вот если это так и это как я думаю то это отвратительно но в любом случае это выглядит это не выглядит как инновация Это выглядит просто как какая-то херня Я даже не знаю Это как просто какой-то дешевый китайский телефончик И опять эти понты камерами И эта вся хрень будет стоить больше тысячи баксов То есть, ладно, там хорошо, переводы в рубли Уберем их, но Apple уже совсем охренела Они уже не знают, как еще продать свои телефоны И теперь они их продают уже по тысяче баксов Над ними смеется уже не только Samsung Там буквально все уже, какие-то китайцы тоже Выпустили рекламу, типа Смотрите, у Apple там Вот такая вот срань Типа, у нас вот вообще нет ничего А камера выдвигается Из вот этой вот части на корпусы И при этом Больше всего я, конечно, охреневаю Что уже который год, наверное, последние лет 5 Они подают Каким-то невероятным вот этим вот Вау, просто, что наш смартфон Будет работать еще на пару часов Больше И ты такой думаешь, ну блин, у меня смартфон В нулевых работал 3 дня Без подзарядки В лучшем случае неделю, где это все Вы задолбали делать супер тонкие телефоны Невозможно, короче Apple это просто Unreal Я, наверное, в первый раз уже в жизни Весь вот этот год думаю о том Что следующий мой телефон будет Какой-нибудь Xiaomi Потому что я сидел на Apple С 3GS у меня был первый Apple-овский телефон Это был 3GS Блин, столько лет И у меня и iPad'ы были И Watch'и у меня есть И они задолбали, кстати, уже В крае И даже MacBook'у это просто становится Невозможно 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 этим пользоваться Невозможно это постоянно покупать Какой-то Unreal Поэтому я супер разочарован Аплом Супер разочарован С всеми этими презентациями Они стали максимально неинтересными И грустными Джим Райан назвал Неудовлетворительным Предложение Microsoft О продлении выпуска Call of Duty на PlayStation Президент Sony Бухтит все еще Видите ли Фил тут с баскового плеча Сказал, что ладно Мы Call of Duty Несколько лет Повыпускаем Так и быть И в общем-то Но Джим Райан Супер недоволен этим всем Он прям вообще Бухтит Microsoft Говорит Предложил Мы там При этом Самое смешное Что он прикрывается владельцем PlayStation Что вот Люди привыкли играть на PlayStation В Call of Duty И вот мы вот за них За них А что они бедные Несчастные Там не смогут в Call of Duty Поиграть Но с другой стороны Мы конечно же знаем Что Call of Duty Приносит дохренища денег PlayStation Это буквально Один из их флагманов По заработку Вообще не шучу Включая там все эти Варзоны Донаты в Варзоне И так далее Это буквально флагман При этом конечно Очень смешно Что большинство флагманов У PlayStation Это не Игры PlayStation Мы с вами помним Да Ту новость Где показывали Что топ 3 игры Которые больше всего Принесли денег В PSN В цифровом Это знаете какие Call of Duty Fortnite И Genshin Impact А Ни одна из них Не является Никаким образом Вообще К PlayStation Если эти компании Захотят Они просто съебут С этой платформы Вот И естественно У Sony Очень сильно горит пердак Потому что Если топ 3 игр Одной Они уже практически Лишились Genshin Impact Ну Хорошо им повезло Что он будет на PS5 Fortnite пока тоже Да Но случись что То есть это Очень большой кусок Торда При этом конечно Очень смешно Как Sony Сейчас Всячески извивается И говница Никак не может Все это признать Что вот Microsoft Да Они просто купили И нужно с этим Просто смириться Может быть Как-то Сделать какую-то Свою франшизу Или может быть Купить Тоже как Microsoft Каких-нибудь Ребят Например Для себя Вот Вот кстати Блин Могли бы Пораньше Того ложиться Купить бы Этих китайцев Михаё Да Когда они Еще стоили Дешево Сейчас то я думаю Так просто Их купить Будет нельзя С популярностью Genshin А вот когда Genshin Еще не был Популярным Могли бы И подсуетиться Ну тогда бы Оп И все бы в Genshin Играли на PS Наверное Ну конечно нет Но тем не менее Могли бы Точно сказать Что он там Никогда На Xbox Не выйдет Лол Короче да Нужно что-то покупать Нужно что-то делать При этом конечно Sony забывает Что столько лет Они держали Кучу франшиз у себя Многие из этих франшиз Были эксклюзивные Вспомним Metal Gear Solid Да Финалочку Еще много-много-много Всего Что не производила Sony Но что-то вот Другие компании Может быть конечно И говнились Но прям В открытую Sony не предъявляли Таких вещей А тут смотрите Как у Джима Райана Бомбануло И он прям такой О да Вы что-то там Call of Duty У нас отбираете Мне кажется После такого базара Короче Я бы на месте Фила бы просто сказал Когда вот Прям вот специально Сейчас бы посидел Б и помолчал А потом бы Когда бы все компании Сказали Ладно Мы одобряем Покупайте ваш Blizzard В 2023 году В 2023 году Я бы позвонил И сказал Слушай Джим Джим Да вот Хуй тебе А не Call of Duty Понял Козел И положил бы трубку И С 2023 года Никакой Call of Duty Потому что Ну что это за нытье Вообще Это что это Бизнес так ведем Какого хера Надеюсь Фил так и сделает Интернет-магазин Panasonic Возобновил работу Под названием E-Plaza Очень смешное Кстати название Не знаю Кто его придумал Но это в очередной Раз показывает нам Как бабло Побеждает зло Знаете почему? Потому что Мы прокручиваем Новость И видим Что Это ООО E-Plaza Которая Принадлежит Вот таким-то Вот людям А один из этих Людей Гендиректор А до этого Он возглавлял Направление Цифровых инноваций И прямых продаж Panasonic В России То есть Работал на Panasonic И поскольку Этот магазин Называется E-Plaza Но в нем Продается Panasonic Товары от Panasonic Все от Panasonic Весь ассортимент Что сделали ребята? Правильно Они просто создали Другой бренд Просто сказали Своему работнику Слушай Ты короче Здесь будешь Тебе главным Мы тебе будем Поставлять Мы типа Не при делах А вот это Все теперь Будет называться E-Plaza Но мы там будем Конечно продавать свое Ты конечно будешь С этого иметь маржу По рукам Бабло побеждает зло Пожалуйста Скоро Все Вот так вот И будет Никому не приебаться Если что Panasonic И скажут Бля будем Бля будем Это не мы Да это Эти русские Со своим Параллельным Импортом Но мы то С нами Понимаем Буквально Можно посмотреть Как это все Значит происходит И делается Поэтому Кто бы там Че как бы Не говнился А в мире Будет произойти Все вот так Все хотят зарабатывать Все хотят покупать И на все остальное Всем Губоко Похуй Главная драма Сегодняшней недели Это Atomic Heart Станет эксклюзивом ВК Плей в России И ради стран СНГ Совершенно внезапно Atomic Heart Тут Проснулись Вот У них появился Издатель То есть до этого У них в стиме Значит Издатель и разработчик Сейчас как они там Называются Муант Фиш Вот Они Издатель и разработчик Короче У них Значит Менялся Издатели Идут совершенно внезапно Возможно ВК проплатила им Эксклюзивность И для Жителей России И близлежащих стран Других Беларусь Казахстан И все остальное Будет только ВК Плей То есть в стиме Будет для всего мира Но не для нас А для нас Вот на ВК Плей На остальных Пока консолях Там все остальное Неизвестно Вот Естественно ВК Плей Кричит об эксклюзивности Ребята там Atomic Heart Постарались успокоить Своих пользователей И При этом Значит Опять же Все заметили Что дата Снова сдвинулась На эту зиму А зима Это с января 23-го По Март 23-го Считается Обычной Игровой индустрии Вот А хотя Обещали В последнем квартале 2022-го года ВК Да Просто указано Что шутер Выйдет скоро Тут же Они там Короче Все Обещали Всем обещали Обещали посмотреть Не говорили Что прям Про эксклюзивность Обещали Чтобы стим Можно было купить Люди конечно Бухтят Потому что Мы с вами знаем Что Со стимом У нас есть проблемы Далеко не все Могут в нем покупать Естественно Сейчас многие Закричат Скажут Что есть же лазейки В стиме Туда сюда Ты можешь там Добавлять Вот так вот На кошелек Можешь вот так Вот на кошелек Но как мы знаем Что Далеко не все Так делают Есть это только Некоторые проценты Умных Хитрожопых людей Которые занимаются Этой всей фигней Большинство Насрать Человек обычный Открывает стим Видит в нем фигу Не может оплатить Он грустит И идет на торренты В принципе С этой стороны ВК плей Можно понять Потому что Любой из нас Может зайти в ВК плей Если что Это не реклама Честно Я просто рассуждаю А то Блин Постоянно Так вот Может любой Пойти в ВК плей И купить Спокойно эту игру Что в общем-то Большинство И будут делать Поэтому С этой точки зрения Этот шаг Можно как-то Понять И оправдать Но с другой стороны Я совершенно Все равно Тогда не понимаю Почему нужна была Эта эксклюзивность Почему нужно было Снимать с продажи В стиме Или там В EGS Или еще где-то там Именно вот так Вот прям Ну то есть заставлять То есть я бы на их месте Конечно же Просто бы взял И сказал бы Ребята Вот самый простой способ Это ВК плей Есть в стиме Есть в EGS Если вы знаете Как купить Ебитесь с этим сами Мы вот Это Стим значит Ничего не продает Для России Короче Мы хз Вообще Мы не это Вот в ВК плей Там все клево И здорово Вот Я бы на их месте Поступил бы так Зачем они уперлись В эту эксклюзивность Ну видимо опять же Бабло порешало Зло побеждено Денежками И Ничего с этим не поделать Поэтому Тут с одной стороны Конечно разрабов Можно понять Но Получилась очень неудобная ситуация Потому что Куча людей Очень сильно расстроена Я например Вы тоже Мне вот например Я из тех людей Которым нравится все копить Например Все Чтобы все мои Пека игры были В одном ланчере И я так с Геншином Смирился Хотя был бы тоже Рад его видеть в стиме Но увы И мне было бы удобнее Если бы все было в стиме Поэтому Но Видимо Никак Ну и собственно Действительно Atomic Hut Несмотря на то Что он присутствовал В стиме у нас Вот Эти вот два дня Когда все решалось Его уберут из стима Для России И стран СНГ И у нас будут продавать Этот шутер Только через ВК Плей И это очень Очень И очень И очень Грустно Вот При этом Я совершенно Кстати не знаю Как вообще В ВК Плей Покупается игра Как это будет устанавливаться Будет ли это еще один ланчер Или это какой-то там Через веб Как там вообще Что делается Непонятно Я совершенно Не хочу еще один ланчер Ставить себе Потому что я Эпи Геймс Торта Терплю только из-за Фортнайта Из-за Геншина И В общем-то Да Это очень грустно В общем Сложная драма Конечно Всех можно понять Но Да Ну Мне кажется Это решение Просто не очень хорошее Я думаю Что Они как-то Плохо посчитали И На самом деле Могли бы просто Без эксклюзивности Продавать в ЭК Плее И Не было бы никаких проблем Но с другой стороны Еще Хайпанули Как следует Зато Ну я в любом случае Я думаю Поиграю В Atomic Hut При этом Кстати Я считаю Что Тем не менее Нельзя так говорить Что Ой Вот Хуйня Я лучше Пойду Спирачу Нет Вот Честное слово Ничего нет хуже Чем пойду И спирачу С этой точки зрения Я как бы Все равно Я считаю Что Тем не менее Надо игру купить И Что поделать Но Такая жизнь Поэтому Если никаких там Специальных лазейк И ничего такого не будет Я пойду И просто куплю В ЭК Плей Ну а хуй поделать А на Пеке В Геймпассе Будет с релиза Да ладно Не Ну если он На Пеке В Геймпассе Будет с релиза Тогда вообще Никаких проблем Че я просто Заберу В Геймпассе Все Ха Лол Ну если так Так вот И пожалуйста Вот и Пришло решение Покупайте Геймпасс Авторы Дисней Дримлайт Валли Не выпустили Игру В российском Геймпассе И продают Ее в ЕГС За 100 тысяч Рублей Ну Сраведливости Ради Там За 100 тысяч Рублей Продается Какая-то Базовая игра При этом Премиум Там продается Делюкс Издание За 50 Рублей И Сейчас уже Не продается Ну то есть В общем Это то же самое Что мы обсуждали Буквально в начале Впуска новостей Очередные Хайпажоры Опять Занимаются Какой-то Херней Я не понимаю Зачем Дисней Это делает Потому что Здесь Ну прям Это конкретно Дисней И Это очень 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 Странно То есть Они даже Выпилили Игру Из геймпасса Зачем Они занимаются Подобной Херней Я не понимаю У меня Вот Потому что Вот это Даже не пахнет Хайпажорством Это Реально Какая-то Ошибка Или что-то Там еще Но Очевидно Что не может Такого быть Что они Специально То есть Поставили цену И ошиблись Два раза То есть В первом Разе Поставили Вот так А во втором Разе Поставили 50 рублей Это Насколько Нужно Быть Не особо Умным Чтоб Так Сделать Поэтому Все Это Тоже Хайпажорство Все Это Тоже Какая-то Херня Кому Нужна Теперь Это Дисней Дримлэйт Вели И без Нее В общем-то Проживем Что это За Троллинг Издевательство Это просто Звучит Как кидание Какашками Ну серьезно Кого-то Они думают Этим Задеть Или что Ты читаешь Эти новости И думаешь Ну вы и дураки Лол Первые оценки Сплатун 3 На метакритику Игры 84 балла Из 100 Ну это Опять же Кто бы Сомневался Естественно Нинтендо Пусть игра Выглядит Точно так же Как сплатун 2 С Некоторыми Модификациями Все критики Называют это Эволюцией Для серии Это лучшая игра Франшизе Хотя все Что в ней Есть Можно было Спокойно Запихнуть Сплатун 2 Под видом Обновления И было бы Здорово И прекрасно Я нахрен В это Играть не буду Потому что Нинтендо Задолбало Я задолбался Покупать Одни и те же Игры С разницей В 4 года Это просто Невозможно Нинтендо Представила Switch OLED Scarlet Violet Edition Ну В общем Это очередная Покемонская Консоль Справедливости Ради Выглядит Конечно Красиво Круто Здорово У них Всегда Были Прикольные Коллекционочки Которые Прикольно Выглядят Но этот Уж Switch Прям Вообще Просто Уже Постарались Сделать Его Классным Но Это все Еще Старый Девайс Которому Уже Почти 6 лет И нафиг Бо Он был Нужен Тем более С покемонами Которые Будут Точно Такими Старыми Покемонами Netflix В ноябре Перевыпустит Телепузиков Ну Что Ж Будем Смотреть Получается Говорят Что Вернутся Все Тинки Винки Дипси Ляля И По Главное Чтоб Там Был Пылесос Который Пожирал Пузи Блинчики Это Самое Крутое Что Было В Телепузиках В Epic Game Store Добавили Разделы С Расширенным Топом Продаж И Играми Которые Чаще Всего Добавляют Виш Лист А еще Появился Отдельный Топ Тайтлов Которые Играют Больше Всего Прекрасно Конечно Что Epic Game Store Развивается Они Добавляют Штуки Топы Мост Плей Круто Фортнайт Это Приятно Видеть Геншин Лоу Фолгайз Рокет Лига И Валорант То есть Видите Топ 5 игр Через Которые Играют В Epic Games Ланчере Самый Вишлистовый Год Симулятор Трилл Кек Но Я когда Это читаю То есть Я все еще Не понимаю Сколько Существует Этот Epic Games Ланчер Почему Вот это Все Нельзя Было Сделать На Релизе Я Искренне Не понимаю Почему Ведь Это Самая Простейшая Фича Это Просто Статистические Топы В чем Была Проблема Это Запустить На Старте Я Не знаю Вот Как Это Все Работает Как Это Сраный Маркетинг Как Это Сраная Бюрократия Вот Работает Почему Это Появляется Только Сейчас Хотя Это Было 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 Видеть На Релизе Я Не Понимаю Ну А Так Да Крутая Фича Здорово Прикольно Ну Блин Что Мы Там Увидим Через 10 лет Будут Отзывы В Epic Game Store Как Стим Crystal Dynamics Объявила Что Теперь Официально Владеет Права На Франшизы Legacy of Kane И Tomb Raider И Тем временем Aides Montreal Тоже Объявили Что Им Принадлежат Права На Франшизы Deuce X И Thief Ну Короче Это Да Square Enix Распродала Свои франшизы Теперь Они Достались Кучей Разных Компаний Компании Будут Делать Новые Игры Че Там Будет Пока Непонятно Тут Уже Сообщают Что Идет Работа На Следующей Частью Tomb Raider Которая Будет На Unreal Engine 5 С Остальные Франшизы Пока Ничего Непонятно Но Тут Остается Только Надеяться Что Это Будут Крутые Игры А Как Обычно Власти США Запретили Айти Компания С господдержкой Строить Заводы В Китае В течении Десяти Лет И Среди Них Есть Intel Чтобы Нарастить Собственное Производство И Вот Здесь Должно Быть Описано Во Вьетнаме То Блин Конечно Американцы Как Всегда Давайте Уберем Производство Из одной Страны Что Принести Его В другую Страну Если С другой Страной Переносить Производство Ведь В США Производство Короче Очень тяжело Видимо Сделать Нихрена Не получается Туда-сюда А там Работников До хера Азиаты Готовы Работать Готовы Пахать Готовы Делать Но теперь Поскольку На Китае Все обиженные Кроме нас Лоу То надо Срочно Оттуда Все убрать И при этом Они убирают Туда же Куда-то В Азию В ту же Вон как Нинтендо Например Или как Сони И Что они Пытаются Добиться Мне непонятно Потому что Китай Тоже может Повлиять На Азиатские Страны И к чему И вся эта политика Короче Загнется Очень грустно Что Все будут Делать Мне всегда Казалось В этом Моменте Что Очень сложно Сломать Устой Который Который Как бы Есть И очень сложно Все это перевести Очень сложно Все это переделать А сейчас В мире Все пытаются Это сделать Но постепенно Понимают Что Хер там Плавал Ничего Не произойдет И я Тоже думаю Что Все эти Воебоны Закончатся И компании Все вернутся Ну а потому что А что делать Проще Дружить И торговать Чем Сидеть И дуться Друг на друга Еще Небольшая Новость Про Overwatch 2 Это То что Чел Джон Спектр Который Является Overwatch Коммершал Лидер И вот Это вот Все Он Сказал Что Новые Герои Overwatch 2 Будут Доступны В бесплатной Версии Батлпасса И Некоторые Люди Почему-то Оказались Очень сильно Возмущены Этим Хотя я В этом Не вижу Ничего Такого Ты будешь Получать Персонажей Из Батлпасса Пока Непонятно Совершенно Что будет Происходить Когда Батлпасс Будет Заканчиваться Здесь Будет Два Пути Либо Мы можем Прести Аналогию С Батлпасс Кочуют То есть Ты Всегда Знаешь Что ты В Батлпассе Можешь Получить Купив Одну И ту Же Оружку Вот И При Этом Значит Второе Это Либо Они Будут Кочевать Типа Те Самые Баннеры Значит В Том же В Геншине Ну Вот Тот же Героях И Так Далее Учитывая Что Overwatch 2 Бесплатный Учитывая Что Там Не Будет Баннеров Ну Значит Им Нужно Как-то Будет Байтить На Батлпасс Поэтому Люди Будут Покупать Батлпасс Тем Более Они Даже Говорят Что Они Сделают Героев В Бесплатном Батлпассе То есть Можно И Не Покупать Батлпасс Просто Немножечко Погринди В Игре Все Дела Не В В В В Вообще Ничего Такого Если Будешь Все Равно Играть Если Будешь Все Равно Играть В Игру Ты Будешь Заполнять Батлпасс И Покупать Героев Поэтому Я Не Понимаю Каких Там Настроений Плохих Я Не Понимаю Почему У Кого То Могло Сгореть С Диабло 4 Там Уже Там Магазин Уже Опять Все На Ножах Поэтому Естественно Сейчас Овервотч 2 Я Прям Жду Что Овервотч 2 Что Диабло 4 Ждет Все Та же Судьба Что Диабло Имморт И сериал Этот контент Просто Засрут Не За Хуй Найдут Какую Низейку Типа Вот Такого Вот Такой Вот Херни С Персонажами Будут За это Игра Конечно Неплохая Но Вот Эта Фича Поэтому Единицы Блин Как Это Все Задолбало Если Честно Просто Я Вижу Это Так Если У людей Уже Жопа Горит Вот С этой Новости Которая Просто Вообще Вышла В Твиттере За Все Это Время Даже Ни на ДТФ Ни на Ихсбите Нигде Вообще Про Нем Не Написали Я Ничего Не Видел Просто Скинули В Чате Вот Но То есть Это Настолько Незначительная Новость Но Раз Уж Там Видимо Куча Людей Подгорело Даже Просто С Этого Твита Ну Вот Значит Так И Ждите Что Overwatch 2 Просто Нахрен Засрут За Какую Нибудь Херню И Все Это Будет Даже 300 Раз Хорошая Игра Лучше Там Первой Части Все Передел Все Сделают Но Конечно Скажет Людям Добро пожаловать Блять Тогда В Геншин Импакт Будет Приходите К нам И Посмотрим Как вы Будете Ролить Героев В баннерах За бабло